Это электробус, новый вид городского транспорта в Химках. В течение ноября он пройдет обкатку, а уже с начала зимы выйдет на регулярный маршрут 1-Э. Улица Родионова, станции Химки, арена Химки. На тестовом рейсе вместе с жителями проехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Вместимость салона до 100 пассажиров. Сидячих мест при этом на десяток больше. Новый транспорт жителям Химок пришелся по душе. Очень тронуло то, что позаботились об инвалидах, о мамочках с детьми. И первый раз я сталкиваюсь с тем, что есть кнопочка связи с водителем. Вот с улицы. Надежда Рудакова пользуется общественным транспортом каждый день. Делой забот много. Она председатель Совета Союза пенсионеров городского округа. И первым делом женщина оценила техническую сторону инновационного транспорта. Так, попробуем. Испробуем мы здесь. Вместе так, зарядный устройство, которое здесь работает, который будет функционировать. Да, все нормально, включился. Может случиться такое, что по дороге он разрядился. И в этом троллейбусе, пока он у нас здесь работает зарядный устройство. Очень хорошо. Очень удобно. Транспорт безопасный. В салоне 8 камер видеонаблюдения, а покрытие стекол антивандальное. Главное преимущество электробуса перед обычными троллейбусами – автономный ход. Новый транспорт сможет проехать без электричества до 15 километров. Для нас очень важно запускать комфортный транспорт. Тот транспорт, на котором ездить приятно. И очень важно, что мы можем прокладывать маршруты без строительства контактной сети. То есть, наше Лобаново, Новокуркино, наша задача прокладка маршрутов новых в эти микрорайоны. Как раз это возможно с помощью вот таких электробусов. Пока таких машин в парке муниципального предприятия «Химки Электротранс» всего две. Вместе с запуском электробусов глава округа презентовал современные смарт-остановки. В них есть все – Wi-Fi, зарядное устройство для гаджетов, информационные экраны, электронное табло, кнопки вызова полиции, камеры видеонаблюдения. Устанавливают павильоны за счет предпринимателей. В рамках пилотного проекта в прошлом году было установлено 4 смарт-остановки. Всего их будет полсотни. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.